Здравствуйте! Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова представляет мастер-класс по рисованию гуашью. Сегодня мы будем рисовать вот такую вот яркую картинку. Для этого нам, как обычно, потребуется гуашь, листочек А5 формата, это половинка А4, водичка, кисточки разных размеров, палитра. И будем приступать. Для начала мы с вами нарисуем небо. Для этого потребуется голубой цвет. Я возьму белую и свою темно-голубую гуашь, смешаю. И этим цветом, этот цвет мы нанесем на верхнюю половинку нашего листочка. Сверху мы добавим цвет немножечко потемнее. Возьмем темно-синий и добавим еще сверху этого цвета. Чуть-чуть подтемнили сверху. Теперь нам потребуется белый цвет. Мы будем рисовать облака. Облака можно нарисовать кисточкой, либо можно сделать это при помощи пальцев. Я попробую пальцем это сделать. Начнем формировать наши облака. В разных местах, где-то цвета побольше, где-то поменьше. В разных местах, где-то в разных местах, где-то в разных местах. ВозьмитеACE, надежда, где-то вето. Я не landfill и это исчез. Я выб exams. Для 잠깐만. Я выбираю. Теперь перейдем к рисованию заднего плана, сзади у нас будет зелень виднется. И для этого мы возьмем зеленый цвет, темно-зеленый. К этому темно-зеленому я добавлю еще немножечко синего, чтобы цвет получился еще темнее. И этим цветом пройдусь по линии горизонта такими отдельными точечными движениями сформируем на заднем плане какую-то зелень разного размера. Тут какие-то деревца могут возвышаться. Добавили. И теперь мы закрашиваем все остальное наше пространство желтым цветом. Возьмем желтый и этим желтым закрашиваем наше поле. Да, до конца. Прокрашиваем желтым цветом наше поле. Здесь тихонечко тоже проходимся. Около нашего зеленого горизонта. Теперь, чтобы поле у нас не было таким однотонным, мы добавим еще оттенков. Возьмем охру. И добавим ее тоже к желтому. И нанесем в некоторых местах. В некоторых местах мы нанесем этот цвет. Сделаем еще поле потемнее чуть-чуть. Продолжение следует... Добавили. И теперь мы возьмем цвет коричневый, тонкую кисточку. Разбравим с водичкой немножко. Можно немножко желтого добавить, того, который мы так что использовали. И этим цветом мы в некоторых местах создадим видимость этой сухой травы. Пройдемся такими вот отдельными движениями, тоненькой кисточкой. Нарисуем в некоторых местах подобие сухой травы. Пока не очень много. Чуть-чуть в некоторых местах. Продолжение следует... Здесь также. И потом в конце можно будет добавить еще... Ну, чуть-чуть обозначили. Теперь мы контур пока нарисуем для нашего сена, для наших снопов сена. Возьмем коричневый цвет. И пока наметим, где будут находиться наши рулоны. Значит, первый у нас будет побольше. Он будет находиться здесь. Рисуем кружочек. Это у нас будет первый. Здесь располагаться. Мы должны сформировать небольшой цилиндрик. Небольшой цилиндрик. Так, это будет первый. Второй у нас будет поменьше и подальше. Точно так же. И еще один будет у нас где-то там вдалеке. Да, точно так же. Так, теперь начнем закрашивать. Значит, вот этот первый круг, который у нас на переднем плане виден, мы его сделаем темнее. Нам нужно будет опять же взять желтый и охру. Да, охру побольше. И закрасим этим цветом вот эти кружки, которые у нас получились. То же самое со остальными. И маленький тоже. Оставшуюся часть мы должны сделать посветлее. Поэтому возьмем желтый и добавим даже к нему чуть-чуть еще белого. Возьмем желтый и чуть-чуть белого к нему добавим. И закрасим оставшиеся. И закрасим оставшиеся пространство наших рулончиков сеном. Так, теперь нам потребуется коричневый цвет, тонкая кисточка. Можно наши рулочки обвести, если вдруг контур потерялся, чтобы удобнее было работать. Так. Так, тут тоже самое. И тут. И теперь мы будем закручивать наше сено. Для этого мы возьмем коричневый цвет, тот же самый, который мы только что уже набрали. И этим цветом начинаем по спиральке внутри формировать такие лабиринты. Полукругом рисуем линии. И формируем наши рулончики. И на маленьких тоже самое. Снизу немножечко подсветим тоже. Точнее подтемним снизу. И таким образом подсветим немножко сверху. Да, тоже создадим объем. Чуть-чуть. Снизу пройдемся. Этим же цветом. И можно чуть-чуть и сверху тоже. Стать объем для наших рулончиков. Теперь мы возьмем цвет. Желтый. И этим желтым цветом мы продолжим закручивать наши рулончики. Точно таким же образом. Только теперь желтым цветом. Так. На маленьких тоже самое. Не перекрывая целиком основной цвет, да, который мы использовали. Но добавляю его тоже. Желтый. Так. На спинку мы тоже этот цвет можем добавить. Чуть-чуть. И теперь мы возьмем желтый и добавим к нему белый. То есть делаем цвет еще светлее. И добавим его тоже. В наши рулончики. Так. Тут тоже самое. Чуть-чуть. На дальний тоже. И на спинку этот цвет. Так. Посерединке, да? Добавим на спинку этот цвет тоже. Так, если контуры какие-то потерялись, можно их вернуть. Тут можно коричневым чуть-чуть обозначить. Сено, да, хорошо? Так, и что мы можем сделать ещё? Нужно добавить тени от наших рулончиков, да, сейчас закрутим посинее. И для этого возьмём коричневый цвет и добавим в него немножечко синего. Коричневый цвет и добавим в него немножечко синего. С этим тёмным цветом мы обозначим тени. Наших снопов. Так. Вот ещё на спинку добавим побольше белого. Так. Тоже беленького добавим. И в конце добавим ещё немножечко травинок. Можно взять коричневый, да, можно смешать его с жёлтым. Можно охру взять. Разных цветов добавить немножечко, да. добавить ещё в разных местах травинок. жёлтым. Жёлтым. Можно взять даже оранжевый немножко, если есть тёмно-жёлтый. Нужно этим цветом добавить немножечко травинок. жёлтым. Жёлтым. Жёлтым добавить. Жёлтым добавить. Добавить еще белого цвета, белых бликов, белым цветом, возьмем белый цвет, кисточку пошире можно, и в некоторых местах пойти еще просто белым подсветить. Рисунок белым цветом. И вот такой рисунок у нас получился. Спасибо большое за внимание и пробуйте вместе с нами. Спасибо. 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 Спасибо.